С новостями к данному часу. Вера Захарчук в студии. Здравствуйте. Вопросы борьбы с международным терроризмом обсудят сегодня в Минске. Там пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Казахстан будет представлять глава внешнеполитического ведомства Кайрат Абдрахманов. На повестке дня 12 вопросов. Кроме борьбы с терроризмом и противодействия преступности, обсудят сотрудничество в политической, экономической, культурной и образовательной сферах. Главы делегации также рассмотрят проекты соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Инновационные проекты представят сегодня на форуме по цифровизации агропромышленного сектора. Планируется, что в нем примет участие заместитель премьер-министра Аскар Жумагалеев. Именно ему президент поручил проконтролировать ход реализации программы «Цифровой Казахстан». Ожидается, что участники встречи обсудят внедрение цифровых технологий в систему госрегулирования агропромышленного комплекса, а также поговорят о технологическом перевооружении производственной сферы. Владельцы интернет-магазинов освобождаются от корпоративного и подоходного налогов. Об этом журналистам сообщили в Министерстве финансов. Эти меры должны помочь вывести электронную коммерцию из теневого сектора экономики. На сегодня в Казахстане зарегистрировано более 3000 интернет-магазинов. Большая часть находится в тени. Новая норма действует с начала года. Уведомления о начале деятельности в Комитет госдоходов подали более 50 налогоплательщиков. При соблюдении всех условий, которые установлены налоговым кодексом, они получат уменьшение исчисленного подоходного налога на 100%. То есть они не будут платить эти налоги. Льготу получат налогоплательщики после сдачи декларации о совокупном годовом доходе. Это у нас срок сдачи ее следующего за отчетом до 31 марта следующего года. Мы хотим стимулировать электронную торговлю в Казахстане, также чтобы увеличить безналичный оборот. В семье начался подсчет материального ущерба, нанесенного стихией. Специально созданная комиссия обходит дома пострадавших. Сообщается, что убытки оценивают три группы. Это больше 40 человек. Специалисты заявляют, что одни и те же адреса будут обходить по несколько раз. При этом заявления от жителей до сих пор принимаются в штабах, которые были созданы в трех пострадавших районах города. Из 235 домов, которые мы обошли, 197 домов попали в подтопление разной степени тяжести. Подтопление мы считали от фундамента до метр семидесяти. Самые тяжелые дома, я думаю, будут именно детальным подходом изучаться, подлежат восстановлению или не подлежат. Тем временем жители села Берлик Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области только готовятся к наступлению большой воды. На Иртыше у этого населенного пункта наблюдается скопление льда. Сейчас возле реки установлено круглосуточное дежурство. Местные власти предупредили сельчан о возможном подтоплении. Однако жители надеются, что стихия все-таки обойдет сторону их села. Такая ситуация была и в прошлом году. Мы готовы ко всему. Главное, чтобы сейчас лед благополучно ушел вниз по Иртышу. Мы проверили собрание и предупредили жителей о том, что делать, если все-таки произойдет подтопление. Раздали свыше тысячи листовок с инструкцией. В округе создан штаб. Подготовлена также вся техника и даже эвакуационный пункт на 70 человек. В целом ситуация под контролем. Новые подробности в деле о стрельбе в Турецком университете. Мужчина, открывший огонь по коллегам, может быть связан с террористической организацией феткулахистов. Фета, которую Анкара обвиняет в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Об этом сообщил ректор университета местным средством массовой информации. Уже известно, что нападение совершил сотрудник университета, в результате чего погибли четыре человека. Заместитель декана, секретарь и два научных сотрудника. По меньшей мере, еще трое получили огнестрельные ранения. Решением правительства в Грузии 6 апреля в стране объявлено днем траура. В памяти погибших накануне в шахте на всех административных зданиях будут приспущены государственные флаги. В результате обвала горных пород там погибли шесть человек и есть пострадавшие. О причинах трагедии расскажет наш собственный корреспондент в Грузии Анна Анастасиаде. Шесть погибших и трое пострадавших в результате обвала на шахте в городе Ткебуле на западе страны. Трагедия произошла в 4 утра по местному времени. Все пострадавшие на данный момент переведены в больницу. А тела погибших из-под завала в течение нескольких часов извлекали 14 спасательных бригад. Самому молодому из погибших горняков 25, самому пожилому 59. Компания «Грузуголь» отмечает, что уже создана группа, которая изучит причины трагического происшествия. Начались следственные мероприятия. На место трагедии приехал министр экономики и устойчивого развития Грузии. Это величайшая трагедия. Погибли люди. Как мне сказали представители компании, эксперты уже приступили к делу и занимаются исследованиями причин трагедии. Одной из причин произошедшего называют обрушение горной породы, вызвавшее взрывную ударную волну. Шахта имени Миндели – одна из самых старых. Ее начали эксплуатировать еще в начале 30-х годов. Профсоюзы не распредупреждали – объект эксплуатируется с нарушением норм безопасности. И даже требовали закрыть шахту. Однако даже сами родственники погибших говорят, что аварийное состояние шахты – не главная причина обрушения. Это был горный удар. Ничего нельзя было сделать. Нормы безопасности тут абсолютно ни при чем. Волна выбросила этих людей, их всех просто подорвало. Это не первый случай гибели шахтеров за последнее время. Не более чем две недели назад на Марганцевой шахте в городе Чиатура также в результате обрушения погиб 45-летний рабочий. По данным профсоюзов, с начала года в Грузии при исполнении должностных обязанностей на строительных и горных объектах погибло порядка 20 человек. Анна Анастасия Дишалва, Шурой Малашвили, Хабар 24, Грузия. Сервис онлайн-заказа такси Uber приостанавливает свою деятельность в Греции. На такой шаг компания пошла после того, как Афины ужесточили правила в секторе перевозок. В частности, новые нормы предусматривают, что каждый ежедневный маршрут такси должен начинаться и заканчиваться в определенном компании-парке, чего не делает Uber. Как сообщили в компании, в Афинах сервис перестанет работать уже со следующего вторника. Отмечу, местные водители неоднократно протестовали против онлайн-заказа такси. Активисты обвиняли конкурентов в том, что из-за более низких тарифов те отбивают у них клиентов. В Риге готовятся к проведению Казахстанско-Латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Там состоялось первое заседание рабочей группы по транспорту. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и перспективы партнерства по евразийским перевозкам. На встречу побывала и наш корреспондент Марина Петрова. Седьмое заседание межправительственной комиссии состоится в конце мая в Риге и затронет широкий спектр вопросов двухстороннего сотрудничества. Одним из самых перспективных направлений считается сфера транспорта и логистики, где наблюдается огромный потенциал для развития. Шесть вопросов на повестке дня и, конечно, будем стараться обговорить все наши интересующие вопросы. И гражданская авиация, и железная дорога, и перевозки по автотранспорту. Также будем рассматривать, как наши совместные отношения состоят на сегодняшний день. И, конечно, будем подготавливать материалы для межправкомиссии, которые, с одной стороны, сопредседатель наш министр, министр транспорта, и, с вашей стороны, тогда заместитель министра иностранных дел. Казахстан рассматривает Латвию в качестве одного из ключевых партнеров и как крупнейший транспортный узел в Балтийском регионе Евразийского транспортного коридора. В последние несколько лет между странами наблюдается устойчивый рост контейнерных перевозок. Цель обеих сторон – увеличить грузопоток и развивать сотрудничество на новом шелковом пути между Европой и Китаем. В 2017 году более 133 тысяч тонн грузов транзитом было перевезено в Латвию и из Латвии. Если сравнивать этот показатель с 2016 годом, увеличение произошло на 72 тысячи тонн. То есть достаточно серьезный показатель, на первый взгляд. Но все мы понимаем, что это далеко-далеко не предел, и нам есть в чем приложить свои усилия. Мы должны наращивать и контейнерные потоки, контейнерный грузооборот между нашими странами. Одним из важнейших достижений сотрудничества в транспортной сфере стало возобновление прямого регулярного авиасообщения между Казахстаном и Латвией. Уже в конце апреля из Риги в Алматы отправится первый рейс, который трижды в неделю будет осуществлять полеты между городами. Хорошо разрекламировалось, что в Казахстане есть что предложить. Это и горы, это и история, и очень такое уникальное предложение. Потому что в основном люди уже попутешествовали, Европа хорошо изучена. А это такой возврат нашего бывшего нового направления. По результатам первого заседания Казахстанской латвийской рабочей группы по транспорту был подписан итоговый протокол. Следующую встречу стороны договорились провести в будущем году в нашей стране. В Великобритании мужчинам платят больше, чем женщинам. Самая большая разница в зарплатах в компаниях финансового сектора. Так, например, сотрудницы крупнейшего банка Европы HSBC получают в 2,5 раза меньше, чем их коллеги-мужчины. Кроме того, женщины занимают только четверть высоких должностей финансового учреждения. В банке отметили, что гендерный разрыв в оплате труда обусловлен разницей в почасовой ставке. А на одних и тех же должностях все сотрудники зарабатывают одинаково. Добавлю, в прошлом году в примерах Великобритании Тереза Мэй обязала организации с числом работников больше 250 человек предоставлять зарплатные ведомости. Так, власти намерены ликвидировать гендерное неравенство в доходах. Это абсолютно неприемлемо. Нужно срочно исправлять ситуацию. Это очень важно. Везде так. Это повсеместная практика. Не могу вспомнить ни одной сферы труда, где было бы по-другому. Молочные продукты и мясо птицы от российских и белорусских производителей, завезенные в Актюбинскую область, оказались опасными для здоровья жителей. Санэпидемиологи провели спецзакуп и обнаружили в пробах бактерии, которые могли вызвать сильнейшие пищевые отравления. У специалистов Департамента по охране общественного здоровья целый список торговых марок, продукцию которых стоит опасаться. Там полуфабрикаты из мяса птицы, цыплята, филе и мясо утки, а также сметана, сгущенное молоко и плавленые сырки, где обнаружены дрожжи, плесень и кишечные палочки. Из взятых 63 проб 24 не соответствовали норме. Большую часть продуктов питания на момент получения результатов лабораторных исследований торговые точки успели реализовать. Остатки были конфискованы, а владельцы магазинов оштрафованы. Там, где не соответствовала, к примеру, маркировка товара, даны предписания на устранение нарушений. Было выявлено бактерии группы кишечных палочек, салмонелла. Кроме того, несоответствие было по физико-химическим показателям. Это несоответствие по массовой доле жира, по плотности, по жирно-кислотному составу, а также и по маркировке. За выявленные нарушения субъектом предпринимательства было наложено административные меры в виде штрафа на сумму более 400 тысяч тенге. Установлены причины массового отравления на поминальном обеде в Швартадинском районе Акмолинской области. Как оказалось, женщина, которая участвовала в приготовлении пищи, была носителем салмонеллеза, но сама об этом не знала. Напомню, в начале марта здесь было зафиксировано сразу 58 случаев острой кишечной инфекции, 15 человек госпитализированы и еще 43 находились на амбулаторном лечении. Людям была оказана необходимая медицинская помощь, проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. При обследовании кафе, где подавали еду, также выявлен ряд нарушений санитарно-гигиенических требований. Главным источником заражения признана женщина, которая занималась в тот день готовкой мяса и лепешек для поминального обеда. После всех анализов она уже прошла полный курс лечения. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что на объектах общественного питания работать допускаются только лица, прошедшие медицинскую комиссию. Бродячие собаки покусали ребенка в октау. Девятилетнюю Камилу спасли прохожие, которые отогнали животных и проводили девочку к родителям. Инцидент случился, когда школьница шла домой с дополнительных занятий. Собаки оставили ребенку раны на спине, царапины и разорванную куртку. Третьеклассницы назначили курс уколов от бешенства и прочих инфекций. Кроме этого у Камилы появился страх выходить на улицу без сопровождения взрослых. Я, в принципе, уже поняла, какие это собаки, что за собаки, так как во дворе их было много, даже нам проход взрослым не давали. Когда я начала раздевать ребенка, я увидела там то, что укус уже, там были клыки, прям зубы уже, то, что уже кровоточило, там уже видно было, то, что чуть-чуть уже глубже пошло. Одно прям спасло, то, что куртка была у нее, рюкзак был. Я вообще даже не могу представить, если не было бы верхней одежды, что было бы. Это именно та часть, где печень и селезенка. По данному факту мы провели проверку. Со вчерашнего дня наши специалисты отловили в этом районе пять собак. В основном это происходит в период с 4 до 6 утра, когда люди еще спят. С начала года отловлено 531 собака и 387 кошек. Все они доставлены на полигон в Муналинском районе и ликвидированы. Нападение бродячих собак на людей в Казахстане фиксируется все чаще. Из-за отсутствия действенных мер по контролю их популяции, животные сбиваются в стаи и наводят страх на жителей казахстанских городов. Чтобы хоть как-то обезопасить людей, в Астане начали чипировать четвероногих. Насколько это действенная мера, выяснял Ярнур Доршанов. В столичном приюте для бродячих собак сейчас горячая пора. Питомник переполнен, вольеров на всех не хватает. В беспорядочном росте количества одичавших животных, по словам работников центра, виноваты сами жители столицы. Те, переезжая из частного сектора, попросту оставляют своих четвероногих бывших друзей на производ судьбы. В большинстве случаев это как делается? Вот он переезжает в квартиру, он это животное оставил, и оно превращается в бродячее безназорное животное. Что в свою очередь приводит к травмам, к покусам. Сейчас в приюте как минимум 400 собак. С каждым днем их становится все больше. Чтобы хоть как-то контролировать перемещение и популяцию животных, было решено их чипировать. Получить уникальный код для четвероногих предлагают и жителям частного сектора. Самое главное – совершенно бесплатно. Но хозяева делать этого не торопятся, говорят ветеринары. За месяц чипами обзавелись всего шесть сотен собак. Пойманную собаку проверяют при помощи вот такого специального сканера. Если пес прочипирован, то на мониторе аппарата сразу высвечивается индивидуальный номер, по которому дальше и выясняется вся информация не только о самом питомце, но даже и о его хозяине. С наступлением весны бродячие собаки серьезно досаждают астанчанам. Они сбиваются в стаи и бегают прямо во дворах, наводя страх на детей и взрослых. И такую картину можно наблюдать каждый день. Отловом псов сейчас занимаются лишь три бригады. Рабочих рук критически не хватает. Жалуются в центре по поимке одичавших животных. Очень много заявок поступает, потому что в данный момент сейчас как раз весна, месяц гона. Этих собак сбиваются в стаи, все такое угрозы, покусы. Как сказать, порядка в день где-то поступает около десяти заявок на собак. Не то, что именно напали, а о том, что они имеются на улицах. Чтобы остановить беспорядочный рост количества бродячих животных, проводится также массовая стерилизация. Только за прошлый год в столице кастрировали тысячу кошек и в три раза больше собак. Усыпляют четвероногих лишь в крайнем случае. Студенческие общежития Карагандинской области переполнены. На более чем 80-тысячную армию учащихся действующих 48 зданий катастрофически не хватает. За последние пять лет в регионе было построено всего два новых студенческих дома. Сейчас там активно ищут инвесторов на строительство новых. Какие еще варианты решения проблемы возможны в нашем следующем материале. Алина Чуйко из династии железнодорожников. В город приехала с отдаленной станции, поступила в транспортно-технологический колледж. Вот только общежития, учебного заведения нет. 60 из 300 студентов приютил соседний банковский колледж. Остальные вынуждены снимать квартиры. Встал очень острый вопрос о моем дальнейшем проживании. И в первое время очень проблематично было найти квартиру и очень много проблем было с этим. Мы искали квартиры, осмотрели цену, территориальное расположение. Конкурс на место в общежитии едва ли не выше, чем в учебное заведение. Прежде всего места дают студентам-лиготникам. Общежитие и как бонус за отличную учебу. Наиболее остро в регионе нехватку общежития ощущают студенты медицинского университета. Из 8-ми 6,5 тысяч учащихся иногородние и иностранцы. Шесть общежитий смогут поместить только 2,5 тысячи человек. И только два из них современного гостиничного типа. Из-за рубежа, из 12 стран, у нас обучает 1280 человек. В том числе из Индии 1160. Конечно, они все нуждаются в общежитии. Мы обеспечиваем общежитиями только первый, второй и максимум третий курс. Начиная с четвертого по седьмой мы отказываем от общежития. Часть вузов региона уже имеют выделенные под общежития участки земли. Это должно значительно ускорить предстоящее строительство. Сейчас идет активная работа по поиску инвесторов по системе ГЧП. В этом году мы планируем начать работу по разработке, по согласовательным процедурам строительства общежития в Караганде на 300 мест. Для колледжа в Караганде, Карагандинский транспортно-технологический колледж. Также в планах реконструировать под общежитие пустующее здание бывшего колледжа искусств. Предполагается, что уже в следующем году там смогут поселиться почти сотни будущих педагогов. Илона Чаус, Василий Савкин, Асиат Асаинов, Караганда, Хабар-24. На этом наш выпуск завершен. Больше информации вы, как всегда, можете найти на нашем сайте 24.kz. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!